Перед самым вылетом из Саудовской Аравии Трамп также заявил, что мир между Израилем и Палестиной возможен. И при его личном посредничестве со временем давний конфликт может быть улажен. После чего президент США прибыл с официальным визитом в Израиль. Меры безопасности там особо жесткие, внимание к высокому гостю самое пристальное. Подробнее Сергей Ослендер. Самолет американского президента приземлился в аэропорту Бен-Гуриона около полудня. С небольшим опозданием. Это, кстати, может отразиться на графике пребывания Трампа в Израиле. В аэропорту его встречали тысячи гостей и журналистов. Накануне премьер-министр Нетаньягу обязал своих министров явиться навстречу, сказав, что неявка без уважительной причины будет иметь для них серьезные последствия. Дальше все шло по протоколу. Почетный караул, гимны двух стран и приветственные речи. Ваш визит, господин президент, поистине исторический. Никогда прежде в свою зарубежную поездку президент Соединенных Штатов не посещал Израиль. Вчера в Саудовской Аравии вы произнесли сильную речь, в которой ясно и убедительно призвали все нации изгнать террористов и экстремистов. Я рад находиться здесь, в Израиле, и благодарен вам за приглашение. Большая честь быть с вами на этой земле с богатой историей. Израиль построил одну из величайших цивилизаций. Сильную, устойчивую, решительную и процветающую нацию. Эта нация взяла на себя обязательство никогда не позволить ужасам и зверствам прошлого века повториться. Протокол, правда, нарушили, когда один из гостей, депутат КНЕС, это Орен Хазан, известный своими экстравагантными поступками, сумел сделать селфи с президентом. В остальном все было по плану. Из аэропорта Трамп на вертолете отправился в Иерусалим, где встретился с президентом Израиля Риувеном Ривлен. И там он сделал заявление, которое в Израиле восприняли с большой надеждой. Вместе мы будем работать, чтобы положить конец насилию, которое отнимает так много жизней в Израиле и во всем мире. Самое главное, что Соединенные Штаты и Израиль могут единогласно заявить, что Ирану никогда не должно быть позволено обладать ядерным оружием. Вообще в стране этому визиту придают невероятно большое значение. Стало известно, что Америка существенно сократит военную помощь другим странам, но Израилю она будет предоставляться в прежнем объеме. После визита к президенту Трамп посетил храм гроба Господня и стену плача в старом городе Иерусалима, куда вложил записку. О чем попросил Всевышнего президент США, останется тайной. Сразу после его ухода записку изъяли из стены плач. Таким образом, инцидент с запиской Барака Обамы не повторится. Я напомню, в 2008 году во время визита предыдущего президента ее похитили и опубликовали содержание. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль.